Приветствую, как уже и анонсировалось, продолжаю тему восточной части Евразии. Из предыдущих исследований известно, что район озера Байкал был заселён анатомически современными людьми, начиная с верхнего палеолита, и имеет богатые археологические данные. За последние пять лет исследований древних геномов было выявлено множество примесей и генетических изменений в этом регионе. Представитель позднепалеолитической стоянки Мальта возрастом 24 тысячи лет представляет популяцию, называемую как древние северные евразийцы, которая была широко распространена в Сибири во времена палеолита. Кстати, у этого представителя была обнаружена древнейшая из известных гаплогруппы Ар. При этом сами древние северные евразийцы являются потомками древних северных сибиряков, представленных обитателями Янской стоянки, с незначительным вкладом от ранней евразийской линии родственной позднепалеолитическим охотникам-собирателям Кавказа. Однако распространение этих древних северных евразийцев способствовало появлению генетического профиля коренных американцев, а также многих современных популяций. А в период раннего неолита родословная, связанная с древними северными евразийцами в Прибайкалье, была в значительной степени заменена генофондом, относящимся к Северо-Восточной Азии района пещеры Чёртовы Ворота, с частичным восстановлением древней североевразийской родословной в начале Бронзового века. Сибирские популяции также были предложены в качестве источника множества волн миграций, в результате которых была заселена Северная и Южная Америка. Первыми были популяции Берингии, сформировавшиеся 20-25 тысяч лет назад. Представительница реки Восходящего Солнца на Аляске, возрастом 11,5 тысяч лет, была частью одной из берингийских популяций, которая, по оценкам, отделилась от других коренных американцев примерно 23 тысячи лет назад. А за пределами Америки, наиболее близким к первым коренным американцам, до настоящего времени считался представитель стоянки Дуванный яр Колыма-1, возрастом 9800 лет. Последующие миграции, связанные с Палейскимоской родословной, представлены человеком культуры Сакак из Гренландии, возрастом 4000 лет, предки которого отделились от северо-восточных сибирских групп и мигрировали в Арктическую Америку около 5-6 тысяч лет назад. Также интересно, как менялись сибирские популяции во времена перехода от неолита к Бронзовому веку, потому как этот период примечателен сложными культурными и генетическими изменениями, в том числе и в Прибайкалье. Новые образцы В новой работе были проанализированы геномы 19 древних людей из 10 археологических памятников района озера Байкал и из более западных регионов. Самый древний человек из исследования, возрастом 14 050 – 13 770 лет, представляет верхний палеолит. Четыре человека возрастом 7320 – 6500 лет, представляют ранний неолит. А 14 человек возрастом 4830 – 3570 лет, поздний неолит и ранний бронзовый век. Новые данные объединились с ранее опубликованными древними и современными геномами. Их анализ и выявил глубоко расходящиеся родословные, которые связывают верхнепалеолитических сибиряков с первыми народами Северной и Южной Америки и более четко очерчивают сложный переход между популяциями неолита и раннего бронзового века в регионе. Помимо ДНК людей был проанализирован геном бактерии чумной палочки, которая демонстрирует влияние популяции западноевразийских степей в Прибайкалье начала бронзового века. Результаты. Структура популяций. На графике анализа главных компонент, большая часть проанализированных людей расположилась на клине между древними северными евразийцами Мальты и Афонтовой горы и популяциями Северо-Восточной Азии, представленными неолитическими охотниками и собирателями из приморской пещеры Чертовы Ворота. А представитель верхнего палеолита из Усть-Кяхта-Забайкалья расположен вблизи мезолитического представителя Дуванного Яра, Колыма-1 и смещен в сторону коренных американцев по сравнению с другими образцами. Почти все новые образцы группируются с ранее опубликованными группами тех же периодов из этого региона. Однако несколько образцов из группы позднего неолита и бронзового века более значительно отличаются от других. Два человека из Глазковского некрополя были смещены в сторону охотников-собирателей пещеры Чертовы Ворота и раннего неолита Байкала. Но еще больше отличался один из шести представителей участка Качух. Он был значительно смещен в сторону представителей афанасиевской культуры и расположился близко к популяциям окуневской культуры, что предполагает степную примесь, учитывая еще и то, что он был отклонен от клины между древними североевразийцами Мальты и популяциями Северо-Восточной Азии Чертовых Ворот. Также самый отдаленный к западу от Байкала человек из исследования, обнаруженный в конце XIX века у реки Базаиха на правом берегу Енисея в Красноярском крае, был значительно смещен в сторону древних северных евразийцев и расположился между представителями окуневской культуры и образцами Байкала. Анализ примесей показал, что ранее опубликованные и новые образцы от раннего неолита до бронзового века, принадлежащие к основным байкальским группам, показали генетические профили, состоящие из смеси трех основных компонентов – древних северных евразийцев, как представители позднепалеолитической стоянки Мальта, северо-восточных азиатов Чертовых Ворот и центрально-сибирской родословной, связанной с нгоносанами. Анализ примесей показал схожий результат с анализом главных компонент. Помимо этого, оценка степени гамазиготности у проанализированных людей Байкала не показала признаков инбридинга, в отличие от представителя стоянки Дуванный яр Колыма-1, что указывает на малочисленность популяции древних палеосибиряков. Кроме того, анализ идентичности по происхождению между людьми предполагает тесную связь между древними представителями Усть-Кяхты и Колымы, подтверждая анализы авторов, основанные на данных по всему геному. Анализ идентичности также показал, что описанные жители Прибайкалья имели генетическую близость друг с другом, а также с более древними геномами Усть-Кяхты и Колымы. В связи с неарктическими коренными американцами Верхнепалеолитический обитатель Усть-Кяхты, тесно связанный с более молодым жителем Дуванного Яра, продемонстрировал связь с первыми американцами из неарктических регионов и берингийскими популяциями реки Восходящего Солнца на Аляске. При этом оба древних образца включают около 30% происхождения, связанного с древними северными евразийцами Мальты и Афонтовой горы. Используя графическое моделирование, исследователи определили, что представители Усть-Кяхты и Колымы могут быть смоделированы как потомки двух независимых событий примеси между уже смешанными популяциями на линиях, ведущих к северо-восточным азиатам, представленных неолитическими охотниками-собирателями пещеры Чертовы ворота, и коренным американцам, представленных на графике древними жителями реки Восходящего Солнца Аляски. Юго-Западного Онтарио, Канады и острова Сан-Николас, Калифорния. Помимо первой волны людей, мигрировавших в Америку, моделирование примесей позволяет предположить, что родословное, связанное с ранними американцами, было широко распространено в Сибири во времена Верхнего Палеолита, как минимум от Колымы до Байкала. А множественные генетические контакты людей, несущих эту родословную, с популяциями Северо-Восточной Азии, привели к образованию различных древнесибирских популяций с различным кладом от древних северных евразийцев и северо-восточных азиатов. Изменение генофондов при Байкалье между ранним неолитом и бронзовым веком Популяции байкальского неолита и бронзового века имеют высокую генетическую близость с популяциями Северо-Восточной Азии и древними северными евразийцами, расчётное время примеси между которыми колебалось в пределах от 8 до 5,5 тысяч лет назад, и этот процесс не был быстрым. Также результаты подтвердили предыдущие выводы о том, что дополнительный поток генов, связанный с древними северными евразийцами, ответственен за генетический сдвиг между популяциями Байкала раннего неолита и бронзового века. В новом исследовании доля этого вклада оценивается от 14,3% в популяциях раннего неолита до 22,7% в популяциях позднего неолита и раннего бронзового века. Модели количественной оценки доли родословной, связанной с древними северными евразийцами в популяциях Байкала, представители культуры Сакак и Унганасан показывают, что представитель Уст-Кяхте лучше подходит в качестве источника древних северных евразийцев в популяциях Байкала неолита и бронзового века, чем образец Колыма-1, который лучше подходит на роль источника древних северных евразийцев в популяциях, связанных с культурой Сакак Гренландии. Все это указывает на то, что популяции байкальских охотников-собирателей Инганасан с большей вероятностью сформировались в Центральной или Южной Сибири, в то время как Палеевскимоская родословная могла возникнуть в Центральной или Северо-Восточной Сибири. Миграции и примеси популяции Прибайкалья бронзового века Один из шести представителей участка Качух возрастом 4142-3980 лет, который показал с родством с западноевразийскими популяциями, может быть смоделирован как смесь между популяциями Байкала позднего неолита и бронзового века и множеством западных степных популяций бронзового века. При этом вклад предков из степи варьируется от 42 до 48%. Авторы работы предполагают, что наиболее вероятным кандидатом для источника степной примеси является афанасьевская культура, связанная с миграцией представителей ямной культуры в Алтае-Саянский регион. Также два человека раннего бронзового века из Глазкова демонстрируют более низкий уровень примесей древних северных евразийцев. Около 10%, которые в модели представлены образцом Афонтового-гора-3. Помимо этого, эти два древних Глазковца имели гаплогруппу Y-хромосомы C2B1, которая была преобладающей у ранне-неолитических жителей Байкала. В то время как другие представители популяции позднего неолита и бронзового века имели исключительно гаплогруппу Q1A. Это может указывать либо на реликтовую популяцию, сохранившую генетический профиль с раннего неолита, либо на мигрантов с большей долей североевразийской родословной. Последнее предположение частично подтверждается анализом соотношения стабильных изотопов стронция. У одного из вышеописанных Глазковцев это соотношение указывает на то, что как минимум до 7 лет этот человек жил за пределами Ангары, в отличие от 10 других представителей Прибайкалья этого периода. Основываясь на доступных данных, регион, из которого этот человек мог прийти, расположен к югу или востоку от озера Байкал. Однако второй человек из Глазковского комплекса, несмотря на генетическое сходство с прибывшим в район Ангары человеком, либо там родился, либо прибыл туда до 7 лет, то есть до формирования второго маляра. Также не стоит исключать эмиграцию из мест со схожим изотопным соотношением. Выявление бактерии чумной палочки в Южной Сибири Это очень значимый раздел исследования, учитывая, что чумная палочка ранее не была известна из этого региона. АДНК этой бактерии была обнаружена у двух вышеописанных представителей раннего бронзового века из Глазковского некрополя с отличительной родословной. При этом эта бактерия еще не приобрела на тот момент способность передаваться через блох и вызывать более опасную бубонную чуму. Интересно, что филогения чумной палочки указывает на ее генетическую связь с обнаруженной в регионе Балтийского моря у человека, связанного с культурой шнуровой керамики. Однако у древних людей из Глазкова не обнаружено степной примеси, невзирая на то, что они генетически выделялись на фоне других образцов. Но степная родословная была в значительной мере обнаружена у человека участка качух. А учитывая, что распространение этой линии чумной палочки связывались с людьми со степной родословной, эти данные подтверждают контакты древних популяций степи и Прибайкалья. Генетический вклад в окуневскую культуру Представитель раннего бронзового века из района Базаихи к западу от Байкала, возрастом 4827-4588 лет, может быть смоделирован как двухсторонняя смесь популяций позднего неолита бронзового века Прибайкалья и популяций сродословной, как у представителей батайской культуры, то есть без степной примеси Ямной. Человек из Базаихи хорошо подходит на роль представителя популяции, которая впоследствии смешалась с группами, связанными с афанасьевской культурой и образовала генетический профиль популяции окуневской культуры. Новые данные дополняют предыдущие исследования и демонстрируют, что в регионе озера Байкал происходили многочисленные изменения в генофонде, начиная с верхнего палеолита, в виде изменения пропорций предков, связанных с древними северными евразийцами и популяциями Северо-Восточной Азии. А генетический переход от раннего неолита к байкальским группам бронзового века может быть хорошо объяснен длительным смешением популяций, связанных с этими линиями родословных, с 8 до 6 тысяч лет назад. При этом родословная, описанная у представителя позднепалеолитической стоянки Мальта возрастом 24 тысячи лет, сохранялась в регионе до бронзового века, о чем свидетельствует и представитель Усть-Кяхты возрастом 14 тысяч лет. При этом этот представитель лучше подходит в качестве источника для последующих байкальских популяций, чем житель Северо-Восточной Сибири Колыма-1, который, в свою очередь, лучше подходит в качестве источника для палеоэскимоса Сакак. Значимым результатом новой работы является и то, что исследователи задокументировали сильную генетическую связь между верхнепалеолитическими сибиряками Прибайкалья и неарктическими коренными американцами. Согласно демографическому моделированию, коренные американцы, южносибирский житель Усть-Кяхты и житель Северо-Восточной Сибири Колыма были потомками, по крайней мере частично, одной и той же смешанной популяции, в состав которой входили родословные как древних северных евразийцев, так и популяции Северо-Восточной Азии. Эта популяция, вероятно, была широко распространена в Сибири во времена верхнего палеолита и имела частые генетические контакты с популяциями, связанными с Северо-Восточной Азией, что привело к различным пропорциям предков в разных регионах и периодах. А учитывая более раннее отделение жителя Усть-Кяхты от линии, ведущей к коренным американцам, по сравнению с упомянутыми жителями Колымы и Аляски, можно поставить под сомнение предыдущие выводы о том, что большая часть генетических предков коренных американцев происходит из Северо-Восточной Сибири. Здесь также стоит отметить, что различные спекуляции, основанные на генетическом сходстве современных народов с коренными народами Америки, в контексте распространения схожей родословной на обширных территориях Сибири и времени заселения Америк, то есть задолго до формирования известных народов, выглядят, мягко говоря, неразумно. В исследовании авторы также предоставили доказательства генетических контактов между Южной Сибирью и Западной Степью в раннем Бронзовом веке, основываясь на данных ДНК человека и бактерии, что свидетельствует о высокой мобильности групп людей по всей Евразии того периода. При этом авторы работы отмечают, что нужны дополнительные данные, которые заполнили бы пробелы между верхнепалеолитическими группами Сибири и более молодыми популяциями. А я благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Хорошего вам настроения и до новых выпусков.